Утренняя информационная программа на Хабар 24 в студии Гульнара Жендагулова. Доброе утро и вот что вы увидите сегодня. Сегодня в стране стартовал прием документов в первый класс. По какому принципу будут зачислять школьников и какие документы нужны для того, чтобы подать заявку. Коронавирус продолжает мутировать. Где выявили новый штамп? Ничья футбольной баталии между сборными Казахстана и Украины закончились со счетом 1-1. Обо всем по порядку. Сегодня в Казахстане стартовал прием документов в первый класс. Соответствующую заявку можно подать на сайте электронного правительства или в самой школе. В управлении образования отмечают, что в первую очередь в учебные заведения детей будут принимать по территориальному признаку. А уже потом исходя из предпочтений родителей. Это сделано для того, чтобы снизить удаленность школьников от объектов образования. Для подачи заявления при себе нужно иметь заявление от родителей или лиц, заменяющих их. Копию свидетельства о рождении ребенка. Документы о состоянии здоровья по формам 0,63 и 0,26. И две фотографии 3х4. Прием документов завершается 1 августа. В следующем учебном году только в столичном мегаполисе. За парты сядут 26 тысяч первоклашек. Сегодняшнего дня в казахстанских школах началась последняя в этом учебном году четвертая четверть. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах разная. Поэтому и условия обучения в каждой области свои. В 65-й столичной гимназии работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией Зарина Бесембина. Зарина, доброе утро. Сколько учеников в этой школе сегодня вернули за парты? Приветствую, Гульнара. Сегодня первый звонок в четвертой четверти прозвучал для 300-407 учеников этой школы. Я напомню, что сейчас в гимназии учатся чуть более 3000 человек. Соответственно, все остальные ученики остаются на обучении в онлайн формате. Упускники 9-х и 11-х классов. Такая ситуация сложилась, потому что Нур-Султан до сих пор остается в красной зоне. На днях в профильном ведомстве объяснили, как будут учиться в разных регионах ученики. В традиционном формате смогут учиться дети, которые находятся в регионах в желтой и зеленой зоне. В комбинированном формате смогут учиться также в этих регионах и в этих зонах ученики. Я отмечу, что в красной зоне по-прежнему остается Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область и Атыраусской области. В желтой зоне находятся Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. Все остальные находятся в зеленой зоне. К нам присоединяется к прямому эфиру сейчас ЗАУЧ 65-й школы гимназии Гульнаш Мухаммед Калиевна. Приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, как будут учиться ученики, выпускники сейчас у вас в четвертой четверти? Спасибо. Четвертую четверть наша школа начинает в комбинированном формате. Это выпускники 9-11 классов, всего их 374 учащихся. А остальные наши дети обучаются в дистанционном режиме, в онлайн-режиме. Ну, в штатном режиме, это согласно постановлению от 25 марта главного санитарного врача города Нур-Султан. Поэтому, как бы, учеба поделилась вот на две этапа. На два этапа. В штатном режиме дети будут получать знания по ГОСО 70% всех предметов. Это основные предметы. И 30% это предметы, как информатика, физкультура, труд и так далее. А сколько будут длиться вообще сами уроки? Уроки, они длятся по 40 минут. Перемены по 5 минут и две большие перемены по 15 минут. Всего в неделю они 5 дней занимаются. У нас получается по 4-5 уроков. А вообще сама программа менялась с учетом того, что будет сокращаться время уроков? Ну, я бы не сказала, что она менялась. Она остается как-то. И дети в этом во всем успевают, и учителя тоже. Ну, мы все-таки надеемся, что Нур-Султан вскоре выйдет из красной зоны. Как тогда будет работать школа, как будут обучаться ученики? Мы все тоже, педагоги, на это очень надеемся. И придут к нам снова наши детишки все. И будем заниматься в этом штатном режиме. Ну, педагоги, вы знаете сами, мобильный народ. Поэтому и дети у нас сейчас уже ко всему приспособленные. И особых трудностей мы пока не замечаем. Сейчас проходит вакцинация учителей. В школах ваши учителя проходили, прививались уже? Да, уже первый этап у нас учителя прошли. Несколько порядков человек прошли первый этап вакцинации. Вот на той неделе будет второй поток нашей вакцинации. Как чувствует себя? Неплохо. Я бы не сказала, таких особых осложнений не было. Ну, бывало там немного температуры, день-два. А в основном себя чувствуют прекрасно. Ну, мы надеемся, что вскоре мы выйдем все-таки из красной зоны. И обучение пройдет, вернется в обычное русло. Мы тоже на это надеемся. Очень. Спасибо вам большое за интервью. Я также хочу отметить и напомнить, как было ранее сказано, что сегодня также с 1 апреля вступает в силу подача заявлений для первоклассников. Всего, по данным Министерства образования, чуть более 340 тысяч маленьких казахстанцев пойдут в следующем учебном году в первый класс. Мы надеемся, что они все-таки пойдут в первый класс и продолжат свое обучение в привычном, традиционном школьном формате. Гульнара. Благодарю. Зарина Бесембина работала в одной из столичных гимназий и рассказала о том, как ученики приступили к последней четвертой четверти. Мы продолжим. Снова онлайн. С 1 апреля большая часть октябинских школьников вновь переведена на дистанционный формат обучения. Такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки, так как буквально накануне утром регион вошел в красную зону по темпам распространения коронавируса. Школу посещать будут лишь учащиеся отдаленных сел. В комбинированном формате будут получать знания ученики 9-11 классов. 70% уроков у них будут проходить в штатном режиме. Остальные онлайн. При этом наполняемость класса должна не превышать 25 человек. В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения Октябрьской области, а также среди детей школьного возраста, принято следующее решение. С 1 по 8 класс и 10 класс обучаются дистанционно. При выявлении заболеваемости в организациях образования устанавливается в классах карантин, и все обучающиеся будут переходить на дистанционное обучение. К другим темам. Больше 8 тысяч человек на сегодняшний день получили вакцину от COVID-19 на востоке Казахстана. Большинство из них, а это 7 тысяч прибитых врачей и медперсонал больниц. Остальные учителя и представители силовых структур. Сейчас в области начался третий этап кампании по иммунизации. Работают у 48 прививочных кабинетов. По данным управления здравоохранения, пока ни у кого из получивших вакцину ранее побочных эффектов не выявлено. Теперь в регионе дошла очередь до полицейских. Прививки они получают в добровольном порядке. Уже больше ста стражей порядка защитили себя от коронавируса. В основном это участковые и патрульные полицейские, которые чаще всего работают с населением. Сегодня специальный отряд, быстрое реагирование, получили вакцинацию. Она необходима для нераспространения КВИ, коронавирусной инфекции. Получили, я себя чувствую очень отлично, хорошо и советую всем. Проезд в общественном транспорте подорожает в октябре с 80 до 150 тенге. Но только для тех, кто будет расплачиваться наличными. Для обладателей транспортных карт стоимость проезда останется прежней. Так называемый дифференцированный тариф в областном центре начнет действовать с 15 мая. Ею можно пользоваться, прикладывая к валидатору, либо мобильному валидатору. В каждом автобусе будет стационарный валидатор, а также мобильный валидатор. Мобильный валидатор будет у кондукторов. На руках по ней можно оплатить как с карточки, так и наличными деньгами. При оплате наличными деньгами выдается билет, при оплате карты билет не выдается. Специальная карта, с помощью которой можно оплачивать проезд, обойдется пассажирам в 450 тенге. Предусмотрено 4 вида таких карт. Школьная для детей от 7 до 15 лет, для них проезд будет стоить 40 тенге. Льготная для пенсионеров, они оплачивают 60 тенге. Социальная для инвалидов 1 и 2 групп, эта категория граждан ездит в автобусах бесплатно. И стандартная карта для всех остальных горожан. Платить за проезд обладатели стандартных карт будут, как и сейчас, 80 тенге. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы сделать максимально прозрачным поток денежных средств. Переход к электронной системе оплаты за проезд позволит нам повысить сбор денежных средств, улучшить сервис пассажирских перевозок и точно определить поток пассажиров. Пока система только вводится, поэтому те, у кого не будет карт, до 15 мая смогут платить наличными 80 тенге. А после проезд таким пассажирам обойдется уже в 150 тенге. Действующий сейчас тариф городской Маслихат утвердил в 2018 году. Тогда перевозчики на дополнительные средства, полученные после повышения стоимости проезда, планировали приобрести новые автобусы и ввести электронную систему оплаты. Но обещанного повышения качества обслуживания, говорят актюбинцы, они так и не дождались. Поэтому сомневаются и в предстоящих переменах. Я очень сомневаюсь в изменениях, потому что когда в первый раз поднимали проезд до 80, нам обещали чуть ли не склятываем, что будут и чистые автобусы, и вежливые кондукторы. Но по факту абсолютно ничего не изменилось. Поэтому очень большие сомнения, что с поднятием цен что-то изменится. Я езжу все время, и каждый день я езжу на двух автобусах, и я не думаю, что будет что-то лучше. 150 тенге, не знаю, автобусы как ходили, так и будут ходить. Ничего там не поменяется, мне кажется. Оплачивать проезд транспортной карты горожане смогут уже с 7 апреля. В 250 автобусах, курсирующих по городским улицам, сейчас устанавливают стационарные и переносные валидаторы. Наталья Салькова, Инадин Молдобеков, Октубе, Хабар-24. 4-процентный рост экономики Казахстана прогнозируют аналитики Евразийского банка развития в этом году. По их ожиданиям, ближе к декабрю, наша страна сможет выйти на докризисный уровень. К эфиру присоединяется наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Индира, а какие прогнозы дают эксперты по инфляции в Казахстане? Гульнары эксперты банка считают, что инфляция замедлится во второй половине года. Ускорение инфляции эксперты Евразийского банка развития связывают с мировым ростом потребительских цен на фоне пандемии коронавируса. Они считают, что в течение года влияние этого фактора постепенно снизится. Есть прогнозы, что в странах, участницах МФО, инфляция замедлится до 4,5%. Однако пока этот показатель превышает 6%. По словам главного экономиста банка Евгения Винокурова, стоимость продовольствия сейчас максимальная с 2013 года, а металлы не стоили так дорого с 2011. Рост цен коснулся и энергоносителей. Нефть с начала года подорожала более чем на 20%. Этот скачок эксперт тоже называет временным, отмечая, что в течение года он замедлится. Однако подорожание металлов и энергоресурсов может только радовать страны ЕАЭС. Растут поступления от продажи сырья, соответственно, и доходы в госказну. Экономист подчеркивает, что среди стран-партнеров наибольший положительный эффект от этих процессов получат Казахстан и Россия. Добавлю в исследовании Всемирного банка сценарий на текущий год чуть менее позитивный. Аналитики этой организации ожидают, что рост экономики Казахстана составит 3,2%, а инфляция превысит 6%. Казахстан лидер по экономическому росту в 2021 году в нашем прогнозе. В этом году рост экономики Республики составит 4%. Казахстан первым среди всех экономик Евразийского региона выйдет на докризисный уровень и преодолеет его уже в четвертом квартале этого года. А на 2022 год мы прогнозируем ускорение роста до 4,5% ВВП. 421 тенге 60 тынов за доллар. Такой средний курс на текущий год прогнозируют в Евразийском банке развития. Эксперты считают, что в целом динамика будет сохраняться стабильной в течение года. Укреплению национальной валюты способствует рост мировых цен на нефть и металлы. Аналогичные прогнозы в банке сделали и по курсам валют других стран-участниц. Эксперты считают, что на российский рубль продолжает оказывать влияние геополитические риски, что по мнению экономистов ограничивает пространство для его укрепления. Ожидаемый средний курс российской валюты на текущий год 73 рубля 60 копеек за доллар. И к международным новостям. Новую фондовую биржу планируют создать в Поднебесной, сообщает Reuters. Она будет ориентирована в основном на китайские компании, акции которых торгуются на биржах Гонконга и США. С таким предложением Государственный совет страны обратился к регуляторам ценных бумаг. Отмечу, этот план у Пекина созрел на фоне исключения акций китайских компаний из торгов на американских площадках. В Поднебесной рассчитывают привлечь на свой фондовый рынок таких мировых гигантов, как Apple и Tesla. У них появится возможность размещать на новой азиатской бирже ценные бумаги своих подразделений. Отмечу, на сегодня в Китае есть две основные биржи – в Шанхае и в Шэньчжене. Несмотря на их высокую рыночную капитализацию, которая достигает примерно 12 трлн долларов, в первом квартале года мировую таблицу по объему выручки все же возглавили американские площадки, NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа. Чистая прибыль Huawei за прошлый год выросла более чем на 3%, составив около 10 млрд долларов. Общая выручка превысила 136 млрд. При этом почти 16% от нее китайский производитель электроники направил на исследования и новые разработки. Напомню, Huawei внесли в черный список США, тем самым ограничив доступ к американским технологиям. Производитель вынужден разрабатывать собственные чипы и исходные компоненты. И, судя по всему, пока успешно. По итогам прошлого года потребительский бизнес Huawei, включающий в себя и продажу смартфонов, превысил половину выручки компании. И официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 424 тенге 89 тыинов, евро 498 тенге 31 тыин и российский рубль 5 тенге 62 тыина. Гульнар, это были все деловые новости к данному часу. Эфир снова ваш. Благодарю. Недера Тикжанова представила деловые новости. И вернемся к международной повестке. Кентин Эвергивен не сможет покинуть Суэцкий канал до окончания расследования. Об этом сообщили представители канала, уточнив, что сумма ущерба от его блокировки может достигнуть 1 миллиарда долларов. Расследование займет как минимум одну неделю. Напомню, гигантское судно село на мель 23 марта, перегородив его почти на неделю и заблокировав движение. Позже корабль сняли с мели и направили в Большое горькое озеро, где оно пройдет технический осмотр. И о ситуации с коронавирусом в мире. Снова новый штамм. В Бразилии выявили мутацию COVID-19, похожую на южноафриканский штамм. Об этом сообщили в институте Бутантан. Однако ученые не исключают, что это может быть эволюционировавшим бразильским штаммом. Случаи были зарегистрированы в штате Сан-Паулу. Примечательно, что инфицированные новым штаммом люди не путешествовали и не контактировали с лицами, побывавшими в африканской стране. Эксперты отмечают, что Бразилия на грани коллапса системы здравоохранения. И на страну приходится уже четверть всех ежедневных смертей от коронавируса. Необходимо увеличить скорость вакцинации. В первую очередь, прививки должны получить наиболее уязвимые группы населения. А также мы должны отслеживать новые мутации, которые могут быть более опасными и передаваться быстрее. Французам так и не удалось избежать полного локдауна. Он вводится на всей территории страны. Об этом в своем обращении заявил президент Пятой Республики Эммануиль Макрон. Правила, действующие в 19 департаментах красной зоны, распространяются на всю территорию континентальной Франции с вечера с субботы на четыре недели. Если мы делаем этот выбор, то только потому, что ни один регион Франции не изолирован от вируса. Он циркулирует везде. Параллельно растет и количество госпитализаций. Поэтому каждый должен быть бдительным, не закрываться совсем, но ограничить по максимуму контакты, встречи с другими людьми. Работа из дома, закрытие всех магазинов, не вошедших в список первой необходимости. Запрет на поездки дальше 10 километров от места проживания в таком режиме ближайший месяц будет жить вся Франция. Кроме того, в той самой красной зоне принято решение о закрытии всех школ и детских садов на 3-4 недели. Часть времени французским школьникам придется учиться онлайн, а после начнутся пасхальные каникулы, которые в этом году, как и в прошлом, пройдут в условиях локдауна. Власти надеются, что это решение поможет остановить третью волну эпидемии. За последние сутки во Франции выявлено 50 тысяч новых заражений. И пик нагрузки на систему здравоохранения, считают французские эпидемиологи, еще впереди. В США прививки от коронавируса начнут делать детям. Сообщается, что Pfizer, Moderna и другие производители вакцин приступили к их тестированию в клинических испытаниях на несовершеннолетних. Ранее производитель препарата заявил, что вакцина Pfizer-BioNTech безопасна и эффективна защищает детей в возрасте до 12 лет. По прогнозам компании, иммунизация подростков может начаться до начала следующего учебного года. Это произойдет, если компания-производитель получит одобрение регулирующих органов. В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат под названием «Корневак-КОВ» разработали ученые Россельхознадзора. В массовое производство вакцина может быть запущена уже в апреле. Сообщается, что в клинических испытаниях препарата, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Известно, что у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев появились антитела к коронавирусу. Спасать Чехию от пандемии намерена местная полиция. Правоохранители возьмут под особый контроль Прагу, а со временем и другие крупные города страны. Как заявили в Главном управлении полиции, патрули будут контролировать соблюдение карантина и изоляции. Помимо улиц, блюстители закона уделят особое внимание паркам, ресторанам и стадионам. Кордоны проверяющих установят даже на въезде в город. Что будет с нарушителями правил эпидемиологической безопасности в участке не уточнили. Однако напомнили, распространение коронавируса является уголовным преступлением. О Чехии под колпаком и фуражкой в материале Александра Гресса. Разговор с полицией в подобном формате вынудил руководство правоохранителей собрать экстренное совещание. При поддержке градоначальников и представителей Минздрава решено усилить контроль на улицах. Последние месяцы большинство чехов сбросили маски и начали открыто пропагандировать эпидемиологическую халатность. Между тем, страна не успевает подсчитывать количество вспышек инфекции. На днях в Прагу и вовсе заглянул новый штамм коронавируса. Спасать клиники от перегруженных палат решили люди в погонах. Как заявило руководство пражской полиции, время уговоров себя не оправдало, и теперь пришла пора строгой дисциплины. Полиция будет получать списки из районных санитарно-гигиенических станций и проводить интенсивные проверки. Если люди на карантине не будут находиться в том месте, которое они указали как постоянное место пребывания, они будут привлечены к административной ответственности. Если же инфицированного человека, который должен быть в изоляции, остановит на улице полиция, это будет считаться уголовным преступлением. Обвинение будет предъявлено по подозрению в распространении заразной болезни. Под особым контролем полиции в ближайшую неделю будет находиться вся Прага. Если метод покажет свою эффективность, аналогично заработают участки по всей стране. В первые же дни правоохранители провели десятки рейдов. Прочесывались даже парки и лесополоса. Документы проверялись у отдыхающих на пикнике. На въезды в город вновь вернулись кордоны полиции. Каждая вторая машина подлежала осмотру. За три дня только в Праге задержали 270 нарушителей карантина. Более половины из них выявили ковид-19. За эти дни мы в четыре раза увеличили наши списки потенциальных инфицированных или контактов первого уровня. Когда задерживается больной, на карантин отправляется все его окружение. А это могут быть сразу десятки человек. Пока наша работа воспринимается с некоторой долей негатива со стороны населения. Но уверен, уже через неделю гнев сменится на милость. Люди увидят, что все делается для их блага. Пока ни один из задержанных не предстал перед судом за распространение коронавируса. Все подозреваемые на карантине или лечении. Процессы начнутся чуть позже. Полиции заявили, цели отправить человека за решетку у них нет. Однако юридический стимул будет иметь место. За нарушение норм изоляции по административной статье задержанному выпишут штраф от 200 до 800 евро. Если человека с подтвержденным диагнозом коронавирус полицейские встретят на улице, наказание будет куда жестче. Тюремное заключение на срок от полугода до полутора лет. Александр Гресс, Дмитрий Лукший, Павел Невит, Хабар, 24, Чехия. Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сидит в колонии, объявил голодовку. Об этом он сообщил в соцсетях. По словам Навального, у него ухудшилось здоровье и ему отказывают в медицинской помощи. «Я имею право пригласить врача и получить лекарства», – пишет оппозиционер. Напомню, Навальный и его адвокаты рассказали об ухудшении его состояния в начале прошлой недели. Также политик сообщил о, цитирую, «пытке бессонницы». По его словам, ночью его будет каждый час для проверки. Однако в Федеральной службе исполнения наказания отмечают состояние Навального как стабильное удовлетворительное. Сейчас между строк, и вот что вы увидите в продолжении. Петропавловские стражи порядка три месяца выслеживали правонарушителя, в чем заподозрили мужчину. Туристический информационный центр появился в Шумкенте. Как и чем еще в мегаполисе планируют привлекать туристов. Японцы стали свидетелями необычного природного явления, которое в последний раз наблюдалось 12 веков назад. Не переключайтесь. Суэцкий кризис показывает цену глобализации, гласит заголовок немецкого издания Handelsblatt. Глобализация зашла в тупик, отмечает журналист Торстен Рикке. И новый суэцкий кризис стал, возможно, лишь самым заметным подтверждением этому. Будь то вакцины, нефтехимическое сырье, компьютерные чипы или другие промышленные товары, в настоящий момент помехи есть везде, говорится в статье. Затор в нефтехимии, выражающийся в повышении цен на синтетические материалы, скоро рассосется, когда утихнут последние последствия бури в Техасе. При этом дефицит вакцин будет наблюдаться во многих регионах мира еще долго, говорится в материале. За повышение безопасности поставок приходится платить увеличением расходов и потери эффективности. В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что гиперглобализация обратится вспять. А счет за возвращение к медленности в итоге будут оплачивать потребители в виде повышения цен. Блокировка суэцкого канала продемонстрировала нам, насколько мы зависимы и уязвимы. Но не это главное. Важно то, что наибольшее давление исходит от самих потребителей, которые более не готовы платить за глобализацию любую цену, пишет Handelsblatt. Международный договор по борьбе с пандемиями хотят заключить Всемирная организация здравоохранения и Европейский союз. Евроньюз передает, борьба с пандемиями не может быть эффективной без глобального сотрудничества. Это наглядно показала ситуация с распространением коронавируса. Без соглашения о мерах реагирования на кризисы в области здравоохранения страны скорее конкурировали, неже действовали сообща. Речь идет о принятии решений, касающихся поставок товаров первой необходимости и закрытия границ. Чтобы лучше подготовиться к возможным санитарным кризисам в будущем, ВОЗ и лидеры стран ЕС предложили выработать и заключить международный договор. В совместном заявлении главы Евросовета и директора ВОЗ отмечается, что пандемия стала крупнейшим вызовом для мирового сообщества с 1940-х годов. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и гендиректор ВОЗ Тедрос Атханом Гибриесус призвали мировых лидеров к большей ответственности, подотчетности и сотрудничеству. Предполагается, что текст соглашения будет опираться на устав ВОЗ. Пришло время действовать, мир не может ждать. Вопросами подготовки к будущим подобным кризисам необходимо заняться сейчас, а не ждать, пока завершится пандемия. Нельзя допустить того, чтобы мы забыли о пандемии и просто вернулись к своим обычным делам, высказался Тедрос Атханом Гибриесус. С ним согласен и Шарль Мишель, который считает, что ни один континент не способен победить пандемию в одиночку. Детали международного соглашения пока неизвестны. Особое беспокойство у экспертов вызывает вопрос обеспечения всеобщего и справедливого доступа к вакцинам. Прививочная кампания в странах Евросоюза показывает, насколько сложной может быть эта задача в глобальном масштабе, сообщает Евроньюз. К твиттер-аккаунту Агентства контролирующего ядерное оружие США на несколько минут получил доступ ребенок. Подробности сообщает Daily Dot. Аккаунт стратегического командования вооруженных сил США, которое объединяет ядерные и космические силы и силы противоракетной обороны, опубликовал в твиттере загадочный текст из набора букв и символов. За пост сначала извинились и посоветовали оставить его без внимания, а потом удалили. Что случилось на самом деле, выяснил журналист издания Daily Dot Микаэл Таллин. В соответствии с законом о свободе информации, он направил запрос в стратегическое командование США и выяснил, что твит случайно написал и опубликовал ребенок сотрудника. Менеджер стратегического командования на мгновение оставил телефон без присмотра. Его очень маленький ребенок воспользовался ситуацией и начал играть с клавиатурой. К сожалению, ребенок неосознанно опубликовал твит. Ничего ужасного не произошло, то есть наш аккаунт не взломали. После обнаружения пост удалили, ответил представитель ведомства. Узнав правду, пользователи твиттера пошутили на тему того, что несколько мгновений официальным каналом связи сильнейшей армии в мире управлял ребенок. Среди первоначальных версий было предположение, что командование случайно опубликовало коды запуска ядерного оружия. Конспирологи посчитали, что в публикации зашифровано послание об анонимном сотруднике правительства США, который периодически передает закодированные сообщения. А некоторые пользователи предположили, что по клавиатуре СММщика просто пробежал код. От чего именно погибли жители в древнеримском городе Помпеи? Ответ дали археологи Университета Тиссайда в Великобритании. Кратко об их выводах сообщает издание Conversation. По останкам ученые определили, что многим жителям удалось сбежать к побережью, где они укрылись в каменных лодочных домах. Мужчины погибли на открытой местности, а женщины и дети – внутри помещений. Возможно, эти люди надеялись, что их эвакуируют на кораблях, однако температура быстро поднялась до критической. Как в Помпеях, так и в Геркулануме жители задохнулись и обгорели всего за 17 минут, отмечает издание. В Кустанае полицейские задержали пьяного водителя при попытке угнать автомобиль. В Петропавловске стражи порядка изъяли крупную партию наркотиков, а в Караганде у доверчивых горожан выманивали деньги в режиме онлайн. Все подробности в хронике происшествий. В Караганде полицейские задержали интернет-мошенников. Злоумышленники находили безработных на сайте объявлений и предлагали им вакансию. При этом обещали хорошо оплачиваемую работу в сфере общепита. Для этого просили в срочном порядке получить медицинскую справку. Следом предлагали позвонить знакомому врачу, который якобы за оплату подготовит нужные документы в кратчайшие сроки, а после перечисления денег блокировали номера. Подозреваемые дали признательные показания. В настоящее время задержанным предъявлены обвинения в шести похожих эпизодах. Адрес, конечно, все это было взято с интернета, поэтому адреса давали тоже подставные, сами там не находились. И все, и вот так вот человек перечислял. Все, звонил, звонил, где-то с часик. И все, и на этом телефон отключали, меняли номер. В Кастанае мужчина буквально из-под носа полицейских попытался угнать автомобиль. Уз парковки одной из местных саун, но рядом оказались стражи порядка. 31-летний водитель задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейская машина получила механические повреждения, как и угнанная. При столкновении никто не пострадал. В Казаларде, в одном из частных домов, встреча двух друзей закончилась убийством. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора, и собутыльник нанес ножевое ранение в ногу друга. Тот скончался прямо на месте. Подозреваемого полицейские задержали по горячим следам. Сейчас находится в изоляторе временного содержания. По данному факту проводится расследование. Назначены судебные экспертизы. В Петропавловске стражи порядка изъяли свыше 560 доз у 29-летнего подозреваемого в организации сбыта наркотиков. Безработный попал в поле зрения полицейских три месяца назад. Все это время оперативники пытались установить причастность молодого человека к реализации наркотиков. Подозреваемые и четверо подельников задержаны. При обыске в квартире полицейские обнаружили 350 доз марихуаны и 218 доз гашиша. Также стражи порядка изъяли три сотовых телефона, денежные средства и банковские карты. Ведется досудебное расследование. Кошелек с 40 тысячами тенге, банковской карточкой и личными документами украли у жительницы Миркенского района Жамбулской области. По горячим следам полицейские задержали подозреваемую, 27-летнюю жительницу Туркестанской области. По данному факту начали досудебное расследование. Задержанная призналась в содеянном, а также в краже золотых изделий с витрины на 850 тысяч тенге и 128 тысяч тенге из кассы магазина. Шимкент один из самых древних городов Казахстана. Ему, по версии ученых, больше 2000 лет. Это подтверждают и артефакты, найденные при раскопках. Специалисты уверены, уникальные исторические находки дадут новый импульс развитию местного туризма. Поспособствуют этому и другие крупные проекты, которые сейчас реализуют в городе. Подробнее о них расскажет мой коллега Рауль Габитов. Примерно так в 18-19 веках выглядели окрестности современного Шимкента. Кирпичные хижины, глиняные укрепления и артиллерийские пушки. Древние городища историки и архитекторы восстанавливают до мельчайших деталей. В будущем это место станет центром притяжения туристов, говорят специалисты. «Музей под открытым небом состоит из нескольких зон. Это цитадель, Шахристан и Рабат. В цитадели жил правитель города. В Шахристане зажиточные люди, а в Рабате – ремесленники и обычные жители. Здания здесь восстановлены на основе рисунков русских художников – Перещагина и Вележева». Занимает городище 4,5 гектара. Раскопки здесь ведутся до сих пор. Археологам удалось раскопать остатки древних жилищ. В некоторых из них практически целыми сохранились печь и домашняя утварь. Открыть музей планируем до конца нынешнего года, но уже сейчас желающих побывать здесь очень много. Привлекать туристов шимкенцы намерены не одним лишь городищем. Всего в мегаполисе более 20 исторических культурных объектов и парков. Это наша интерактивная доска. Здесь можно посмотреть виртуально все наши туристические объекты. Например, мы можем посмотреть объект в Сайрамском жилом массиве. Вот здесь мы видим исторический памятник в честь Харашашана. Она возили на 13 веке. Туристический информационный центр появился всего две недели назад. Тут гости мегаполиса могут получить справочные услуги и построить интересный турмаршрут. Где можно очень вкусно покушать, где можно досуг свой провести. Здесь также можно получить юридическую помощь, как оформить визы или продлевать пребывание в нашем городе. Также наши менеджеры предоставляют услуги по информации и по культурным мероприятиям, которые проходят в нашем городе. И хотя гастрономический вид туризма остается пока самым популярным в Шемкенте, местные власти намерены развивать и другие направления этой отрасли. Ну и еще одно направление, которым мы сейчас занимаемся развитием, это медицинский туризм. Мы провели анализ, инвентаризацию всех объектов, которые оказывают медицинские услуги. И выявили сильные стороны, в том числе и слабые стороны. И будем работать над тем, чтобы в наш город приезжали получать качественную консультацию медицинскую, ну и получать качественные медицинские услуги. В Шемкенте разработали специальную концепцию по развитию туризма. Согласно ей, в течение четырех лет в город планируют привлечь порядка миллиона туристов. С учетом того, что город расположен по соседству с Туркестаном, эта задача вполне выполнима, говорят в Акимате. Рауль Габитов, Нурмахан Бекмуратов, Нурмахан Мусатов, Хабар-24, Шемкент. И о погоде на четверг, 1 апреля. В семи регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Из-за ожидаемых осадков, большой высоты и неустойчивости снежного покрова на склонах гор, в бассейне рек Большая и Малая Алматинки сохраняется опасность схода снежных лавин. Туман накроет Казалардинскую, Североказахстанскую, Акмолинскую и Карагандинскую области. В последнем регионе синоптики также прогнозируют гололед. Аналогичная погода с низовой метелью ожидается в Костанайской. В Жамбылской области местами ожидается сильные осадки, дождь и снег. В столице утром туман, днем переменная облачность. Температура воздуха прогреется до минус 2 градусов. Работы 45 художников из разных стран можно увидеть в Алматы, в Центральном государственном музее Республики Казахстан. Далее Культвояж. В театре «Астана-Опера» прошел концерт под знаком Беллы Бартака. Из цикла «Казах-квартет приглашают». Вечер посвятили 140-летию со дня рождения венгерского композитора. У него 6 струнных квартетов и наметили 6 концертов. То есть в каждом концерте прозвучит по одному струнному квартету. И что примечательно, Бартака музыка, она можно комбинировать со всеми классическими композиторами, современными и с романтическими композиторами. Белла Бартак – это новый язык музыкальный. Он особняком стоит, так как его не скажешь модерн музыка, его не скажешь авангардная музыка. Он взвел венгерские мелодии, ритмы, это румынские. То есть его музыку ни с кем нельзя спутать, его сразу, его почерк можно услышать, узнать. Вместе с казахстанскими музыкантами выступил известный российский кларнетист, заслуженный артист Башкортостана Артур Назиулин. Мы всегда принимаем участие в различных концертах с оркестром, с пианистами, с ансамблями, с квартетами. Безусловно, я очень много выступаю, есть с чем сравнить. И легендарные квартеты мне тоже посчастливилось прикоснуться в творческом смысле слова. Я могу сказать, что ваш государственный квартет, на мой взгляд, и это не ради красного словца, я скажу, один из самых ярких квартетов, с которыми мне посчастливилось быть на одной сцене. В программе концерта прозвучали струнный квартет номер 4 Бартака и квинтет для калорнета и струнных семинор Брамса. Отметим, в ближайшее время коллектив с данной программой планирует посетить Караганду. В столице прошло мероприятие под названием «Хустар Кельде». Инициатором идеи является художница Айсулу Шайкенова. По ее словам, акция посвящена сохранению озера Малой Талдыколь. Там обитает очень большое количество птиц, в количестве около 5000 различных видов, которые прилетают гнездиться со всего мира. И я обеспокоена тем, что если осушат озеро, то им больше некуда будет прилетать, негде будет гнездиться. И своим перформансом я показываю то, что случится в случае осушения. Мы потеряем большое количество птиц. Они исчезнут, ну точнее, исчезнут с наших краев. В Алматы в Центральном государственном музее Республики Казахстан открылась международная выставка «Зов вечности». Свыше 100 работ представили 45 художников из разных городов страны, а также из России, Чехии, Болгарии и Германии. Здесь у нас есть Имгали Жуманов. Его называют и мистиком, и называют казахским Дали. Здесь его работы представлены. Три работы, очень интересные работы. Потом Максим Ведерников у нас есть, член Союза художников, заслуженный деятель. Нелли Бубе тоже заслуженный деятель. Ну здесь у нас даже некоторые семейные. Здесь Ведерникова еще есть, Евгения. Нелли Бубе дочь Батагос Аханаева, внучка Рада Аханаева. Выставка объединила и представила многообразие различных техник и жанров, реализм и абстракция, живопись с шерстью, этюды и проектная графика, ожившие в пейзажах, портретах, панно и натюрмортах. Элемент отсутствия каких-либо ограничений здесь обращает внимание на неразрывное единство времени, природы и человека, отсылая к духовному началу, развитию, творчеству и созиданию. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 3 апреля в Павлодарском театре драмы имени Чехова вы можете увидеть спектакль «Корабль дураков». Труппа театра «Астана-балет» готовит к показу 3-4 апреля постановку «Султан Бейбарс». 4 апреля в семье зрители драмтеатра имени Достоевского смогут насладиться комедией «Ханума». Из золота и серебра с бриллиантами и танталом – все это монеты, за которыми нумизматы Казахстана охотятся с обретения независимости. Марк Брюшко нашел самые редкие и дорогие из них, а заодно узнал, какие коллекционные экземпляры могут попасться казахстанцам в магазине на сдачу. Монеты на вес золота. В прямом смысле. Особенно те, что были выпущены на заре независимости. Об этом рассказывает начальник управления дизайна банкнот и монет Национального банка страны Алмат Басенов. Эти экземпляры пользуются среди коллекционеров большей популярностью. Если предположим, то же солярное божество выходило в 2000 году, было выпущено в обращении, и отпускная цена этой монеты была 2700 тенге. То сейчас на втором рынке ее можно приобрести уже свыше 200 тысяч. Сегодня тиражи коллекционных монет в среднем варьируются от 3 до 5 тысяч штук. Чаще всего их делают из серебра и золота. Некоторые экземпляры всегда можно найти в антикварных лавках. Правда, придется раскошелиться. Цена вот этой килограммовой монеты, к примеру, на вторичном рынке достигает миллиона тенге. Нумизматика, как выяснилось, весьма распространенная среди казахстанцев хобби. В коллекции 13-летнего Шингиса Сапиева из Уральска около 2000 монет и купюр. Коллекционировать их он начал в 7 лет. Собирать редкие экземпляры мальчику помогают известные люди и различные организации. Я еще был в гостях у Алтая Кульгинова Сидировича. Он мне подарил монету в честь 25-летия независимости Казахстана. Я еще был в гостях в Нацбанке. Они мне подарили тоже серебряную монету под названием Бата. Встречаются в монетах и вставки из бриллиантов и тантала. А вот это уже монеты из недрагоценных сплавов. Недавняя серия ЖТ Казана тоже сейчас пользуется большим спросом среди коллекционеров. Сегодня их можно встретить в свободном обращении. Согласитесь, когда узнаешь о таких тонкостях нумизматики, сам начинаешь невольно интересоваться этой темой. Поэтому теперь, в ближайшее время, когда у вас у самих появится какая-нибудь мелочь, не пытайтесь избавиться от нее как можно быстрее, а присмотритесь. Возможно, среди монеток вы найдете что-нибудь интересное и даже ценное. В Японии зафиксировали самое раннее цветение сакуры за последние 12 веков. Виной тому, по мнению экспертов, стало изменение климата. Пик цветения был зарегистрирован в Киото 26 марта. А наблюдения за деревьями ведутся с 812 года. Тогда в Японии выдалась чрезвычайно теплая весна. И это отметили в документах императорского двора. Как правило, цветение этих деревьев приходится на начало апреля. Именно тогда японцы выходят на улицы, чтобы полюбоваться распустившейся вишней. Эту традицию называют ханами. И к данному часу это вся информация, о которой мы успели рассказать. Все наши выпуски доступны на YouTube. Всего доброго и до свидания.